Иван Дмитриевич Сытин Эти слова могут стать эпиграфом к жизни самого Сытина. В истории русского книжного дела не было фигуры более популярной и более известной, чем Иван Дмитриевич Сытин. Каждая четвертая из изданных в России перед Октябрьской революцией книг была связана с его именем, так же, как и самые распространенные в стране журналы и газеты. Всего за годы своей издательской деятельности он выпустил не менее 500 миллионов книг. Цифра огромная даже по современным меркам. Поэтому, без преувеличения можно сказать, что его знала вся грамотная и неграмотная Россия. Миллионы детей учились читать по его азбукам и букварям. Миллионы взрослых в самых дальних уголках России по его дешевым изданиям впервые знакомились с произведениями Толстого, Пушкина, Гоголя и многих других русских классиков. Его девизом было «Дорогую книгу дешевить, а дешевую улучшить». Ему первому удалось приучить широкие массы русского народа к чтению серьезной литературы. При этом Сытин шел на серьезный финансовый риск. Почти два года выпускаемые им дешевые издания творцов русского слова не находили широкого сбыта и были откровенно убыточными. Успех пришел в 1887 году, юбилейном году со смерти Пушкина, когда Сытинский, 900-страничный том, вобравший в себя все сочинения великого поэта, разошелся невиданным тиражом один миллионных экземпляров. За ним последовал такой же увесистый том произведения Гоголя, и дело сдвинулось с мертвой точки. Всего в доступных для малоимущего населения изданиях было выпущено 64 автора из числа классиков русской и зарубежной литературы. Андрей Викторович Игельстром, русский публицист, так отзывался о Сытине. Издателей можно разделить лишь на два типа. Одни работают на существующий спрос, другие создают новых читателей. Первых много, вторые редкие. Иван Дмитриевич Сытин принадлежит к числу этих немногих. Деятельность его по широте размаха, по культурному значению явление исключительное. Жизнь Ивана Сытина – это история русского человека, который сделал сам себя. В 15 лет полуграмотным подростком из Костромской губернии пришел работать мальчиком в московскую книжную лавку Петра Шарапова. А спустя полвека итог его собственной книжной продукции насчитывал полмиллиарда книг. Сытин стал великим просветителем не потому, что был идеалистом, а потому, что первым правильно рассчитал, как из народных копеек делаются миллионы рублей. Он сам вышел из народа, сын волосного писаря, и чутьем знал, какая книга будет продаваться в среде самых простых людей, а какая нет. Ему достаточно было только взглянуть на книгу, чтобы понять, жилец она на книжном рынке или не жилец. А творческая креда его была такова. Человек – это величайшая и могущественная сила, но только наука, знания и опыт дают ему благополучие. И он издает книги, издает мировые произведения «Дон Кихот», «Путешествие Гулливера», «Робинзон Круза», «Хижина дяди Тома», произведения Диккенса, Даде, Вальтера Скотта, Жорж Сант, Жуль Верна, Канан Дойля, Эдгара По, Уэллса, Купера, Лондона, издает книги для детей, сказки братьев Гримм, Шарля Перро, Андерсона. В его руках стал популярен в России журнал «Вокруг света», детская энциклопедия, журнал «Нива». Бесплатным приложением к нему выходили сочинения Ломоносова, Фанвизина, Грибоедова, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Короленко. Это Сытин издал посмертное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. К 1914 году продукция Сытина составляла четверть книжных изданий России. Сытин целая эпоха в истории русской культуры. Его высоко ценили Максим Горький, Николай Верн, Иван Бунин, Александр Куприн, Игорь Грабарь, Аполлинарий Васнецов, Василий Полев, Василий Сурик. Ценили как крупнейшего книгоиздателя-просветителя, давшего России миллионы дешевых учебников, школьных посольев, книг для народного образования. «Я всю жизнь прожил как праздник. Каждый день моей жизни был настоящим торжеством, великолепным духовным праздником», — говорил Сытин. Иван Дмитриевич мечтал о том, чтобы открыть собственную пищебумажную фабрику под Москвой. При ней городок печатников, в котором были бы свои школы, больницы, почты, телеграф, театр и церковь. Хотел построить на русском севере, богатыми лесами, огромную бумажную фабрику. Создать всероссийскую сеть газет с собственными, типографиями, телефонно-телеграфической связью, агентствами новостей, свыковой зарубежья. Увы, планы, людей, мечты не были реализованы в области. Революция 1917 года внесла коррективы в планы издателя-посветителя. Все предприятия Ивана Дмитриевича Сытина были национализированы. И хотя советская власть подрядила на государственную работу бывшего миллионера, служить книге с каждым днем становилось все труднее. После октября он еще пять лет активно работал в издательском деле. В 1924 году он выпустил свое последнее издание. Он прожил еще 10 лет. Мечтал о работе и видел, как потихоньку хереют созданное им за полстолетия неустанного издательского труда предприятие. Умер Сытин в возрасте 83 лет от пневмонии. Похоронен на Веденском кладбище Москвы. В 70-е годы прошлого века стараниями Моссовета на могиле поставили надгробие с барельефом. Дело по тем временам незаурядное. «Россия, необъятная Россия, Только ты могла породить такую фигуру, И только в России он мог жить. Конечно, печатная книга никуда не исчезнет, Но в истории России фигур, подобных Ивану Сытину, Наверное, уже не будет». Благодарю за внимание. Продолжение следует...